Первыми ютуберами, пускай они на ютубе, были Александр Кузьменко и Антон Логвинов. Ходили, покупали долбанные журналы с этой видеоманией и смотрели их долбанную видеоманию, их мнение и так далее. Я помню, когда выходила 4-я GTA, я купил журнал с их марафоном по этой GTA, я прям вот так вот его весь диск засмотрел, прям до дыр, просто нереально. А по сути, они просто сидели на диванчике, вот я вот сейчас вспоминаю, как это выглядело, я вот тогда это смотрел и думал, боже, какие профессионалы, там вообще такие классные ребята сидят, вообще, чуваки, они знают свой дел, вот бы с ними в реале встретиться. Сейчас-то когда понимаешь, что в принципе-то если постараться, то можно с ними в реале встретиться, но фига в том, что на ютубе сейчас каждый второй подобный игромановец. То есть, они просто сидели на диванчиках, они брали в руки геймпад и играли, то есть это тупо был летсплей, где они еще сидели на диванчике и рассказывали, что вот, ребята, тут, ну, получается, что, это же San Andreas вышло, считаю, вот был 2005 год, вышло. San Andreas, потом было затишье у Rockstar и в 2009, да, в конце 2009 вышло, это, 4, и тогда по технологиям это был бум вообще, там, вааа, не у всех она тянула, прям такие мемы постоянно были, что вот, типа, вот GTA 4, там тяжело тянется, там все дела, никто не может себе позволить. Купить консоль, все хотели, чтобы в нее поиграть. Вот, и они, люди, которые могли это себе позволить, и как будто бы это был первый ютуб в журналах, все хотели прям вот. Ну, это были ролики, которые продавались. Так это были ролики, которые бы продавались, да, в прямом смысле. Ну, я был не против платить каждый месяц по 200 рублей. Ну, сейчас вряд ли кто-то будет покупать ролики. Сейчас вряд ли кто-то будет покупать журналы игромании. Раньше, вот, слушай, реально, сейчас вспоминаю. Тогда я покупал игроманию по большей части за диск 7-гиговым, в котором была видеомания. Там всякие были трейлеры, интернета тогда не было. Там были трейлеры, там всякие обзоры, всякие популярные ролики. Ну, ютуб был все равно, кстати, но он был как? Там не было такого понятия, как популярный канал, там просто были ролики популярные. Ты заходил на ютуб, чтобы найти какой-то левый популярный ролик от неизвестного автора. И вот они просто, вот, игромания как дела? Они сканировали ютуб, находили самое интересное, брали, запихивали их в видеоманию, маркировочку там монтировали, видеомания. Потом сами сидели, играли в игры, записывали мнения, записывали обзоры. То есть это прям полноценный был, вот как сейчас, ютуб канал, только вот в журналах. И сейчас, когда на ютубе каждый второй игромания, грубо говоря, никто не покупает эти журналы. Не знаю, мне было бы интересно сейчас купить журнал, чтобы чисто посмотреть, как он выглядит. Потому что я помню, как он выглядел, когда выходила, допустим, первая, ну не первая, конечно, вторая халпа. Вот у меня отчим, он очень любил халфу, он постоянно у неё резался, и я у него брала журналовку, смотрите. Я помню, как они выглядели, мне было непонятно, но интересно. Я маленькая тогда была. Мне вот интересно, как игромания выглядит сейчас. Сейчас она выглядит там, сидит... То есть понимаешь, раньше, как игромания была... Нет, вот сейчас расскажу прям вот. Пик активности, роста активности игровой индустрии в целом был в районе где-то от 2008 по нашу день. Именно тогда начали появляться, зарождаться онлайновые игры, их популяризация, и в целом игровая индустрия стала расширяться. И игроки начали пересаживаться из одиночных игр в онлайновые, потому что у них в компах начали появляться интернеты. Журналы игромании, они именно держались на том, что они давали почву, пищу для ума, для тех, кто игровую индустрию любил. Раньше, ну сейчас как-то можно прочувствовать, допустим, массы через интернет. То есть, допустим, если тебе нравится игра какая-то, ты можешь как-то все равно узнать, сколько именно людей ее любят. Допустим, там 30 тысяч людей любят игру, там 50 тысяч, миллионы, допустим, Дота КС, да, вот ее миллионами люди любят. Раньше такой монетизации ты не мог получить, потому что единственный источник твоей информации это был журнал игромании. И вот ты, значит, такой идешь, покупаешь журнал игромании, начинаешь читать все эти статьи, читаешь статьи, и раз открываешь, а там у тебя диск с видеоманией. И ты такой, опа, себе засунул в этот системный блок и начинаешь смотреть. Сначала всякие итоги недели, короче, вот там всякие рубрики реально были там, и вот летсплеев не было, вот откровенных летсплеев не было, остальное все было. То есть было качественно, четко, круто, все. Там он Антон Логвинов, там Кузьменко, Александр, это были звезды просто своего времени. Когда еще не было Ютуба, черт возьми, они были звездами, черт возьми. Вот. То есть все. Потом появился Ютуб. Я начал снимать ролики в 2012 году. Я начал, как-то все это более-менее, уже именно через Ютуб, через интернет, начал познавать игровую индустрию, начал чувствовать вот это все. Потом начали появляться крупные каналы. Они стали, грубо говоря, конкурентами для игромании, потому что теперь информацию можно было получить, не отходя от кассы. То есть им не нужно было... Вот я так же сделал. Я где-то в 2010-м последний раз купил журнал игромании, потому что у меня был интернет. Я, в принципе, уже читал об игровой индустрии в интернете. А потом открыл себе Ютуб. Такие каналы, как Юзя, Гагатун, Артур Блэк, и начал смотреть их. Ну, по крайней мере, на одном я остановился на Артуре, и я начал смотреть Артура. И когда я смотрел, я понимал, что чувак, классные вещи делают, почему не начать делать так же. Я начал делать так же. Я создал Ютуб-канал, на-на-на-на. Я помню, я начал снимать там фэллаут, третий, где-то на серии 50-й фэллаут, и я помню, обнаружил канал игромании. Вот, я нашел канал игромании. И все остальные. Да, а этот канал был не официальный. То есть это был просто чувак, который просто открыл канал и начал заливать ролики с дисков. Он начал, короче, вскрывать эти все, он, видать, их копил или что, он просто начал тоннами их туда закидывать. Потом официальная игромания нашла этого чувака и сказала, либо ты закрываешь свой канал, херам, либо мы его у тебя забираем. Ну, под твоим руководством, окей. Ты будешь там, ну, у нас как в штате, в штатно, не в штатно, но будешь им руководить. К этому моменту я с этим чуваком, который общался, который держал этот канал, я уже с ним познакомился. Также с ним познакомились и Халу, и Ренгеймер. Вот, то есть Ренгеймер как-то сразу оттуда, ну, то есть что-то не понравилось, что-то, короче, не понравилось игромании. Они, то есть, получается как, канал игромании, он стал официальным. И он, помимо того, что туда закидывались старые ролики с дисков, они начали делать уже свежий контент, свой, годный. И там уже начиналась образовываться некая, знаешь, коммуникабельность между каналом Ютуба и отделом видеомании. Потому что видеомании это был вообще отдельный офис. Вот. И они начали между собой как-то контактировать. Вот. Канал игромании начал вести, то есть сам канал, то есть этот чувак, я не буду называть имя, фамилию, он начал искать людей, которые ему в этом помогут. Летсплейщиков там, знаешь, всяких. Ну, я сам туда написал. Просто на этот канал вышел ролик в виде летсплея, и мне этот летсплей показался говном. Я так и написал. Говорю, слушай, дружище, если хочешь качественный летсплей, ну, грубо говоря, обратись ко мне. Он мне написал, говорит, вот давай я тебя посажу с одной девочкой, и вы будете вдвоем снимать для канала Игромании. И мы такие, нифига себе, классно, давай. Все. Ничего себе у тебя. Да, вот. История есть. Да. То есть мы стримили, мы стримили на официальном канале Игромании, КС-ку. Там мы провели три стрима, и еще несколько роликов выпускали. Получается, это был я и Хаул. Вот мы вдвоем это делали. Потом, вот этого чувака, который создал этот канал, на него посмотрела Игромания официальная, Видеомания. Сказали, слушай, чувак, контент наш, имя наше, лого наше, все наше, иди отсюда. То есть приняли его лагут. И вместе с ним вылетели и мы с этого канала. И туда посадили, значит, каких-то чуваков их штата. То есть это стал прям полноценный официальный канал. Он был еще маленьким, таки меньше даже, чем у меня. Вот. И они просто начали все, что они закидывали в диски, делать так же и отдельно на канал. То есть Видеомания приобрела формат YouTube канала. Вот. И они туда до сих пор, кстати, они до сих пор фигачат туда контент. Как машина, как бульдозер, короче, херачат туда всякие обзоры и так далее, и так далее. Вот. И, знаешь, что самое прикольное? Халу в этот момент подсуетилась, и ее приняли туда на работу. Умница. Потому что она жила в Москве. Я в Москве не жил, к сожалению, я места там не получил, хотя мог рабочее. То есть предложили ей и мне. Я сказал, извините, ребятки, я живу в ангар... Удаленно они не хотели. Им нужна коммуникация именно с живого. Там, понимаешь, у них там целая студия. Да, ходить на собеседование, смотреть непосредственно. Да, то есть вся бюрократия их, штат корпорации, грубо говоря, вот этот игроманский журнал, видеомания, вот это все, оно работало. Тем временем те самые звезды, Кузьменко и Антон Логвинов, они какими-то образами просто начали уходить из игромании. Я не знаю почему, возможно, мало платили. Скорее всего так. Так, Кузьменко ушел в игры Mail.ru, а Логвинов, он долго держался в видеомании, потом сказал «кх» и ушел. Видать, руководство сменилось. Руководство на тот момент реально сменилось. Там появился директор, который... Ну, я единственное, что о нем знаю, что он кавказской национальности. То есть вот все, то есть как-то вот это все. Ну и из доверенных источников потом выяснилось, что люди кавказской национальности полностью начали заполонять игроманию. На данный момент мы видим то, что старый состав журнала игромании, как таковой, он полностью испарился. Сейчас на нем вообще другие люди. На основном канале, вот тот самый, на том самом канале игромания, сейчас ролики выходят новостные с задержкой в две недели. То есть все, что было две недели назад, все, что уже все узнали давно из-за всех пабликов там ВКонтакте, где только возможно все это узнали, они как бы херачат видео, но уже с оставаниями. То есть в две недели там идет задержка информационная. То есть там только ленивые обнаружились автономы. Ну, грубо говоря, допустим, сейчас вот я посмотрел трейлер Assassin's Creed. Ну, я не знаю, я лично сейчас уже не слежу за каналом игромании. Возможно, об этом только через неделю узнают люди. Те, которые чисто с игроманией смотрят. Все, то есть игромании нет, скатилось. Ну, как скатилось? Ну, нету, все, это уже другая игромания, не та. Раньше игромания была другая. Да, раньше игромания была другой, да. Есть еще такой момент, что в процессе всей вот этой вот перестановки в игромании, когда началась смена руководства, когда начали уходить Антоны, Логвиновы, Кузьменки, Александры, вот эта вся жопа, когда появился канал Ютуба, когда его тоже поглотил игромания, начала свои ролики выпускать, когда Хаула начала там жить. И в процессе вот этой всей билиберды ВКонтакте появился паблик, который назвал себя игроманией. Но при этом он никакого абсолютно отношения не имел к игромании, к журналу как таковому. И люди, им-то что? О, игромания, да, я знаю такой журнал. О, паблик ВКонтакте, игромания. Их это паблик, не их, им насрать было. Они просто шли и подписывались на... За факт. За имя. Это же игромания, это же журнал, это же надо... И, видать, то ли случайно так у них получилось, то ли они просто реально были в курсе всех перестановок в игромании, что самой настоящей игромании на этот момент было насрать на какие-то паблики ВКонтакте. Да тогда ВКонтакт, по-моему, еще не воспринимался серьезно. То, что даже те люди, которые пришли в игроманию, пришли именно руководить, и они настолько были консервативными, что они не успевали следить за теми нововведениями, которые мир предлагал им. Что там произошло, я не знаю. Короче, по факту они отреагировали на то, что их имя используют в коммерческих целях ВКонтакте, в группе, группа ВКонтакте использует их имя и на этом зарабатывает. только тогда, когда уже в этом паблике было сотни тысяч точно подписчиков было. Вот. И, значит, эти сотни подписчиков... А, ну, значит, игромания такая уже пришла, постучалась в дверь этой группе, говорят, слушайте, а вы ни охренели ли наше имя используете? Я такие, о, пришло, ни хрена себе, они отреагировали. Вот это да. Да. Сейчас, 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 все, таки, опа, все, мы поняли, вы на нас обратили внимание, охренеть, без времени прошло. Но мы сейчас название просто канала этого паблика поменяем, и все будет нормально. И назвали его AGM. Очень. Игромания. Да, то есть, EGM, все, вы не придеретесь к нам. До свидания. Мы уже миллион там подписчиков в группе ВКонтакте заимели. Там уже все идет по инерции. EGM так знают. Знают. Мы даже, наверное, не поняли, что это другая левая фирма, просто игромания сократила немножко свое название. Вот. То есть, ребята сделали на имени игромании себе имя и назвались AGM. После чего они еще сделали себе канал на Ютубе. Не, ну чувачки талантливые, базара нет. То есть, они делают свое на бронепоезде, и им можно медальку шоколадную золотую вручить. Да, пусть и не самыми чистыми. Ну, это жизнь, все выживают как могут. Ну и в итоге, что? Значит, у главного с этого факта прибомбило, и, естественно, они создали свою группу ВКонтакте, которая называется Игромания. Я, честно, вообще даже не в курсе, что там происходит в данный момент в этом паблике. Но что-то происходит. Нет, новости там выходят. Ну, ты знаешь эту группу? Конечно, я подписан. Да. Интересный момент был. Короче, ну, мы, естественно, мы в курсе, что есть как бы EGM, ранее звавшая себя как Игромания, но не Игромания, а теперь EGM, и появилась еще группа ВКонтакте, Игромания, официальная группа в Игромании, и всячески, чтобы получить к себе внимание уже нормальное по имени, то есть, как они начали устраивать конкурсы, дорогие конкурсы. То есть, что-то они там... Это EGM или Игромания? Игромания начали устраивать конкурсы. В одном из них мы решили принять участие. Тогда вышла игра Watch Dogs, и они устроили... А как давно эта перепалка с EGM была? Так, короче, 2012-м все-таки появилась... Еще недавно? Да. Ну, в 2012-м году появился паблик Игромания, который EGM. А Игромания обнаружила, ну, отреагировала на этот паблик спустя два года, по-моему. Очень долго. То есть... Так как-то Игромания развивалась немножко с каким-то скрипом. Они вообще... То есть, вот эти вот два года, начиная с 2012-го, заканчивая, наверное, 13-й год, они просто так... И все. Ну, там очень много факторов играет на их развитие, просто дохернище. Ну, это просто я отдельную историю расскажу. Получается, вот, ну, по факту все. За Игроманию я все рассказал. Ну, так. Не, ну, круто. Всю историю. Ты был в этом... Я был. В этом канале. Я был в Игромании... Ну, это такое, знаешь, косвенность, если бы я напрямую работал... Ну, у меня, допустим, был шанс спокойно посотрудничать с тем же Борисом Репертуром, который озвучивал три Дагнайта из Fallout 3. Вот. Потому что та же Халла, она с ним напрямую работала. Угу. Вот. Я помню, мы когда с Варпачом поехали в Москву на Видфест первый, и Видео Пипл, мы жили у Халла, и она, ну, она же работала в Игромании, она занимается... Она звукарь. То есть она обрабатывает аудиодорожку выпусков, которые запиливаются на канал Игромании. Угу. Вот. И через неё проходит весь контент, который снимает, там, отписывает аудио. Борис Репертур, ещё какой-то автор, я забыл, у него тоже такой хороший голос. И все неудачные дубли, все неудачные дубли Репертура, допустим, я слушал у Халла. А это нигде не публикуется абсолютно, это был такой эксклюзив. Я даже Халлу такой говорю, Халлу, скинь мне на флешку вот эти. Он говорит, нет, это, ну, коммерческая, как бы... Да, это нельзя, да? Это нельзя, да, это с точки зрения договора в моём контракте работы, я не имею права такого делать. Но вот вы послушайте, послушали, послушали, посмеялись. А ничего, что ты, там, общественности покажешь, там, сдашь Халлу с потрохами? Халлу? С потрохами? Да не скажу. Я же про неё ничего плохого не говорю, правильно? Нет, потому что он там показывает ребятам. Нет, это то ладно, что. Ну, это, понимаешь, одно дело друзьям показать, другое дело общественности. Вот. Поэтому, в принципе, всё, всё кощерненько. Вот. Ну, короче, ну, смехуёчки там были. Много. Вот, много смехуёчков. Так вот, я не договорил про конкурс на игромании, уже нормальном паблике игромании, официально, от официальных игроманцев, был конкурс, когда выходила игра Watch Dogs, что где-то у них по всему паблику, где-то на странице, где-то вот в их вот это вот, то, что они там разработали, всей их архитектуре, их паблика, спрятаны какие-то коды. И они как-то это сделали в стиле игры именно Watch Dogs. То есть, им нужно было найти какие-то приколюхи, всё в таком духе. Вот. И в паблике конкурс был на, я не помню, короче, первое место видеокарта, второе место охладитель для ноутбука, плюс коврик для мыши, мыши, ну, короче, всякая какая-то такая дичь. Ну, и третьи места там тоже что-то такое. Ну, и Лис с Вампом скооперировались. Они начали, ну, участие в этом конкурсе, потому что паблик был уже на тот момент не очень популярный, и они проявили максимум вдвоём, знаешь, такую эту. Ну, они засосные. Да, они дотошно, короче, там посидели над этим пабликом, и они, короче, выиграли. Они заняли первые два места. И когда они уже, ну, выиграли, они там написали, типа, там ответы, всё. Так что им уже такие, да, молодцы. Ну, то есть, игромания ответила, им говорят, да, молодцы, вы заняли первые места. Так как Вамп написал первый, он выиграл видеокарту. Лис вслед за ним написал тут же, в этот же день. Ему там присучили второе место, и, типа, там тоже вот эти мелкие плюшки, всё в таком духе. Значит, всё, они выиграли. Спустя где-то... Сидят ждут, да? Сидят ждут. Ну, что сидят ждут, уже дальше сидят, всеми делами занимаются. Через час им обоим пишут, типа, Вы что, с одного города? Такие, да, Вы что, типа, знакомы? Да. Вы что, вместе, типа, ну, разгадывали? Да. Типа, мы Вам призы не отдадим. В смысле? То есть, игромания официальная, то есть, это паблик. В смысле, призы не отдадите? Типа, ну, Вы, типа, вдвоём были, бла-бла-бла, Вы жульничали. В каком смысле жульничали? В правилах написано, что те, кто, ну, отгадает, и пришлёт, типа, отгадку. То есть, понимаешь, у них в правилах нигде не указано, чтобы можно было скоперироваться с другом и делать это вдвоём. Вот. И когда они просекли, что они были вдвоём, они не брали в учёт того, что так может быть вообще, что люди могут вдвоём сидеть и отгадывать загадки и занять первые два места два друга. То есть, и они из-за этого, короче, бомбанули и не хотели отдавать призы, потому что, мол, это коллективное умозаключение, которое заняло два места. Грубо говоря, вот с их точки зрения. То есть, это не один человек, как по их задумке было, выиграл, а это два человека выиграли два места. И у них жаба задавила. Они начали писать, типа, мы вам призы не отдадим, идите в жопу. И тогда у нас прибомбило. Лиз с вам, по-моему, эту всю историю прямо вот с горячих этих рассказывает. Типа, ты, говорит, можешь как-нибудь повлиять на это? Я же контакты-то имею более-менее с игроманией. Я, да, конечно. Типа, сейчас без проблем. Написал Халу, Халу отреагировала, сказала, я знаю лично этого чувака, который не хочет вам призы отдавать. Мы с ним поругались, говорит, Халу там с ним что-то ругалась даже. Мы со своей стороны делали упор на то, что у вас в правилах нигде такого не написано. Что вы группа, которая представляет собой официально уважаемую, позиционируемую как журнал номер один в России компанию. И вы вот так вот, вот, как, блин, дети в подвале. Как хлюзды. Как хлюзды, как дети в подвале, вот такую херню вы даете. На тот момент Вампу реально нужна была эта видеокарта. Он прям, понимаешь, они прям сидели именно для этого. Они сидели радио-видеокарты, чтобы Вамп мог нормально там стримить, ролики делать, короче, вот это всё. В итоге, после где-то, ну, двух дней вот таких вот перепалок между ними, стуча в дверь игромании этой павпаблик до этого типа, и грозя с тем, что мы подожгём Вам дверь, вот, они всё-таки отвечают, хорошо, мы вышли Вамп подарки. Всё выслали, даже Лису выслали какую-то мышь, коврики, я не знаю, о чём выслали, но ему не выслали охлаждение для ноутбука. Ах, они спадлы, да. Ну, ладно, окей, главное, они видеокарту Вампу отдали, всё хорошо. Прямо ту, которую обещали. Именно ту, которую обещали, да. Они, короче, всё отдали, они всё молодцы. Но вот охлаждение для ноутбука, сука, они не принесли. Ну, с другой стороны, это вообще насрать за факт, что как бы они... Сломались. Да, они сделали то, что обещали. Если подводить, игромания, которую я помнил, которую я читал с 2005, там, наверное, вот, журнал у меня здесь... Лампа уютная. Да, лампа уютная, всё, что вот у меня тут есть, висят эти плакаты. Бежал каждый месяц, вот реально я бежал каждый месяц в ларёк, покупал журнал за 200 рублей. Когда я приходил, он ещё в пакетиках таких, ты его вскрываешь и занюхиваешь. Вот так вот, всё, что там... Вот печать вся журнальная. Открываешь, и страницы ещё, знаешь, с краской вот этой свежей. Да, и так... И каждую страничку... Ой, вкусно! И добираешься до этих дисков. Я помню, у меня была традиция, я когда этот журнал покупал, я своим родителям говорил, в комнату не входить. Всё, они такие, о, он опять купил журнал. Всё, значит, дверь запечатывалась, ни еды под дверь никто мне даже не совал, ничего. Просто изолированная комната. Её нет. Там максимум, что можно было представить, это 9,75 стена. Вроде как в неё можно войти, но это стена. Но если ты туда войдёшь, ни хрен тебя знает, что там ждёт. Вот. И я сидел весь день, просто брал и сканировал всю информацию, которая была в журнале, вся информация, которая была на дисках, я просто поглощал вот так вот кусками. Зато плюс того времени был в том, что эта информация, она была уже вся отфильтрована. То есть я погружал в свой мозг ту информацию, которую я реально хотел знать. И ни капли лишнего не было там. И это, а, здорово. Вот. Сейчас вот реально надо просто пойти взять журнал «Игромании». Я его давно именно не покупал, с 2000 какого там, 12-го что ли года, я его так и не покупал, потому что уже появился интернет. Меня увлечение так далеко унесло в создание канала, что журнал «Игромании» я просто обленился. Вот реально, грубо говоря, обленился. А в процессе, опять же, развития своего канала я наблюдал со своей стороны, как журнал, как руководство, как ребята Кузьменко, там Логвинов разбегаются, как это все вот это вот, все это куда-то уходит. И ты, знаешь, сейчас вот пойти купить журнал «Игромании», я понимаю, что потрачу деньги на ветер. Там из-за старичков, возможно, остались, я не знаю, кто там остался из старичков вообще. Ну, сейчас, допустим, для работы, для деятельности активной, какой-то публичной в игровой индустрии нужно, чтобы ты был ежедневно осведомлен о всех новостях, которые происходят в игровой индустрии. В случае… А в процессе юридов, они выходят-то ежедневно? Всякие вот эти… Ежемесячно. Не, «Игромании» ежемесячно. Ну, вот мы говорим. А вот новости, за которыми нужно следить, ежеминутные и за секунду. Да. То есть, если я перестал бы фильтровать информацию, которая через меня проходит в интернете, и не следить за новостями, я бы встал. Просто вот по информационному развитию, в принципе, «Игромание» было как… Этот поток был ежемесячным максимум. То есть, эту информацию, которую ты получил, ты ее получил в один день и много. И ты с ней ходил месяц. И все. И в неведении. Куда, в чё, почему. Потому что информацию на тот момент я не умел фильтровать, я не знал, где ее искать, чё. Сейчас сотни пабликов этим занимаются, сотни YouTube-каналов дадут тебе. Подпишись. То есть, все равно, как ни крути, чтобы как-то фильтровать информацию для себя, которую ты хочешь, тебе нужно составлять свои подписки. То есть, подписаться на этот паблик, так, посмотрел, так, я хочу знать о комиксах, подписался на этот паблик, на этот YouTube-канал подписался, потому что они делают обзоры по мобильным приложениям, так, я хорошо это хочу знать. То есть, в принципе, с одной стороны, удобно, ну, как бы, не то, что удобно, а нужно, конечно, самому это делать, чтобы ты сам инфу для себя нужную получал. А раньше нет. Раньше просто на тебе коробку с инфой. Ням! И нормально. И ты доволен. Или сидишь, перевариваешь. Или сидишь, перевариваешь и довольный сидишь. То есть, не больше, не меньше. За тебя это сделала игромания. Сейчас за тебя игромания ничего не сделает. Они тебе только настроение испортят, если ты олдфак. Тут выходит новость, ну, раз в час могут они выходить. То есть, получается... Вот час назад новость. 49 минут назад, 10 минут назад. Вот так вот. Да. То есть, берешь телефон, берешь телефон и начинаешь листать свои подписки в группах ВКонтакте. Все. Вот тебе вся игромания, которая у тебя в журнале была. Если ты хочешь видеоманию, заходишь на YouTube и там подписки свои листаешь. А вот у игромания не было летсплеев. Летсплей это был таким, знаешь, шагом вперед YouTube. Потому что, если я не ошибаюсь, на момент, допустим, популяризации таких людей, как Гагатун, Блэк и Юзя, были на YouTube каналы, которые делали свое шоу, которое было похоже на шоу игромании. Именно шоу имеется в виду фильтрация информации, там, обзоры и бла-бла-бла. А потом апс-апс, и люди такие... Летсплей. Вау. Это что-то... Это что-то новенькое. Это что-то крутое, атмосферное. Это новые люди. Это люди, которые, скорее всего, живут у тебя в соседнем доме, твой сосед с клетки. То есть, понимаешь, когда ты делаешь качественный контент, люди, они не могут нормально ассоциировать себя с этим автором. Вот. Когда этот человек летсплей пишет, они почему-то вдруг могут ассоциировать себя с этим автором. То есть, я думал, что когда-нибудь я смогу выйти на улицу и встретить Блэка, грубо говоря, да? Пожать ему руку, сказать, чувак, ты молодец. Если он устроит, тем более, сходку. Чувак, ты молодец. Вот из-за гармании, из официального журнала хоть кто-нибудь сходки устраивал? Нет. Это больно им это надо. Им это не надо. Я не знаю даже, но по-любому есть фанаты у каждого из них. Из этих дядек сорокалетних, которые сидят обсуждают игры. Конечно. У Логвинова сейчас свой канал. У Кузьменко вроде нету, я не знаю. Ну нет, это ты простая. Хотя, которые нынешне сейчас, ныне сидят там, там, игромания утром, игромания вечером, в обед, после ланча, сидят стримы ведут. У игромании? Не знал, что у игромании стримы. Каждое утро у них стримы. Сейчас, последнее, что они стримили, это вот обновление для CH. Вот, пожалуйста. Прошу заметить, что это за шквар. С одной стороны, как бы да, они свежую инфу двигают, но... У них на Твиче есть свой... Но это не их уровень, это не должен быть их уровень. Стримы, это большей части что-то любительское. Прямо сейчас у них идёт стримы. Замечательно. То есть, по сути, не, формат хороший, как бы стримы, с одной стороны, но не игромания. Я не могу представить, что игромания занимаются чем-то подобным. Они более... Они такие, недосягаемые, знаешь? Но это раньше так было, когда ты не имел обратной с ними связи. Вот обратная связь, она как-то, ну, приближает вот твои интерактивные. Ну, может, с одной стороны, да. Особенно стримы. Стримы, вот у них есть игровые и новостные. Вот игромания утром, это их новостной блок. Ну, полновостной, полу, они делятся тем, как тяжело им вставать по утрам. Понимаешь, прикол в чем? Если они даже в стримах и несут свою инфу какую-то, да, полезную, типа информационный стрим. Надо как новости смотреть. Понимаешь, вот я не буду смотреть новостной стрим. Запись. Запись новостной стрим. Я сам стрим может быть и посмотрю, и то вряд ли, но я посмотрю, допустим, сам стрим, но запись стрима никогда смотреть не буду. Потому что мне нужно быстренько сэкономить время, мне нужно быстренько ролик, так 7 минут идет ролик, хорошо, коротенько, коротко, о главном, быстро информацию в башку залить. специальности. Да, узкой направленности, инфу в себя поглотить и хорошо, и пойти дальше в день, в свой день. И между своими друзьями говорить, а вы в курсе, а вы знали, а вы, а нет, я, блин, полдня трачу на то, что я смотрю информационный стрим, где они аналитику проводят. Мне кажется, для этого дела им надо менять площадку. Хотя, я не знаю, им виднее на самом деле. Ну, возможно, у них такой действительно поток информации, что они не успевают его делать в роликах, в журнале и на пабликах. Даже. Что им приходится проводить целый стрим и сколько-то часа три в часах утром. У них, в принципе, для поддержания качества видео они жертвуют временем. У них целый штат на то, чтобы сделать качественный ролик. То есть, видео вставка, звук, озвучка, составление текста. То есть, обычно как, ну, раньше как было, садится чувак на фоне хромакея, так же, как я сейчас, допустим, сидит и тебе что-то рассказывает об игре какой-то бла-бла-бла. Они на фон составляют какую-то... Трейлеры из этой игры. Трейлеры из этой игры, да, они... И все. То есть, вот сейчас сидят чуваки, которые составляют целый текст, отдают этот текст на озвучку какому-нибудь актеру озвучки. Он это... Он когда... Он... Это... Понимаешь, это независимые актеры озвучки. Это нанятые ими. То есть, они... Это не штатные люди. Они... Никогда им не сказал, они пришли. Да, они не сделают это в определенном... То есть, как правило, у актеров озвучки одни сутки на это. То есть, они приходят домой так, что у меня сегодня по заказам, ага, мне нужно для игромания озвучить, вот текст хорошо, сижу, записываю, значит, записываю и им отдаю. То есть, в принципе, если бы этим занимались сами игроманцы штатные, они бы сделали это за час. Но так как это делает сторонний человек, это может произойти за пять часов. То есть, и получается, что эту озвучку уже чувак репертуру, грубо говоря, отсылает обратной игромании, да, тут Халу берется за дело, она это дело все сначала слушает, потом, или она слушает и по мере всего этого редактирует, потом эту всю озвучку, которую она взяла, отдает монтажеру, тот, короче, делает сначала интружку к этому видео отдельно, там у них есть все это добро, и уже под текст, под озвучку делает видео нарезку. Он это где-то находит из разных источников, у него, может, это все уже на рельсу поставлено, поэтому у него должно быть все быстрее, но, тем не менее, это все равно время. И таким образом, пока он этот ролик херачит, когда этот весь ролик херачится, это делается за сутки, грубо говоря, и ролик выходит уже, опа, поздно. То есть, вот как-то вот так вот. Ну да, уже теряется его. А если там уже внутри самой компании какие-то разногласия, если какие-то... Актеры озвучки уснут, если актеры озвучки уснут, в итоге, что мы видим? Новости выходят с недельной задержкой. Вот зашибись новостное. Поэтому да, в принципе, логично, что появится у них такой формат, как стримы. Чтобы была какая-то... Чтобы была, но при этом, прикинь, и что, стримы, ну, они как будто, знаешь, они... Ну, не хочу я смотреть стримы, я хочу посмотреть ролик. Поэтому я бы на их месте как делал. Я бы... Резал стримы, это еще больше времени. Я бы нашел одного человека, двух людей, которые бы полностью всем делали. Вот ютуберы же как-то делают в одну каску. Они сидят, допустим, вышла игра, вот им нужны... Им нужен Антон Кузьменко и Антон Логинов и Александр Кузьменко. Они делали это все сами. Они были главными редакторами. То есть они... Им не нужно было писать сценарии, им не нужно было писать какие-то тексты, только если они это не в журнал в печать отправляют. Они просто садились... И импровизировали. И импровизировали. Летсплейщики-блогеры, вот прям самые настоящие вот своего времени. И херачили, короче, вот это все вот так вот. Понимаешь, энтузиастность, это появляются деньги. Ты сам это прекрасно знаешь. Появляется не столько... Энтузиазм-то может не исчезнет, но появится... Не то. ...фактор времени, который их сковывает. Да? Да. Отсутствие времени и пониженный энтузиазм. Ты не... Ты, допустим, хочешь сделать обзор на Call of Duty, который вышел, да, в 2000... ...каком-нибудь там году. Ну, вообще просто... Ты просто знаешь, что у тебя есть в списке твоих задач, но среди этих задач тебе еще нужно сделать какой-нибудь ролик по War Thunder, нужно еще сделать это, это. Ты сидишь... Ну, нахрена, я не хочу вот это делать, все это такая рутина, нахрен, ну... А еще это нужно сделать на время, ну, еб твою мать. Ну, дайте я уже доберусь до этого Call of Duty, я хочу записать про него гневной обзор, потому что он дерьмо, он скатился. Ну, нет, не нужно делать это, это, и, конечно, они сидели, наверное, там уже и думали, ну, бля, сколько это можно, дайте какую-нибудь спокойненькую работку уже, то слишком активно это все дело у них было, и на мозги капал целый журнал. И те, в итоге получается, что игромании не хватает таких людей, как Антон Логвинов, игромания сменила руководство, они не осознают того, чего им не хватает именно для видеомании, для видеомании желателен один человек, который бы все делал, ну, нет, даже, знаешь, слушай, не так, ему нужно человек 6, который бы делал то, что захотел бы. Как бы им задали бы какую-нибудь узкую направленность, допустим, так, вот ты делаешь шутеры, да, ты разбираешься в шутерах, да, кто из вас любит шутеры больше всего, я люблю, окей, ты будешь делать только про шутеры, хорошо, иди, стратегию любишь, я люблю, доту знаешь, знаю, вот иди наяривай целый этот, возьми себе рубрику и херач в нее, окей, а ты что-нибудь знаешь, знай, и вот так у всех, и чтобы у всех одинаковый скилл по монтажу был. Они просто брали, допустим, интрушку, делали ее, интрушка, сели перед микрофоном и записали, типа, эх, сегодня, ребятки, у нас такой-то, такой-то, значит, обзор такой-то игры. Но это им надо было запихнуть бы всего минут 10 максимум. Понимаешь? Да, то есть, это можно. Игреты выходят не одна в неделю, а их уходит 5-6 за короткий просмотр. Нет, вот в том-то и прикол, что в таком режиме каждый из них мог бы делать по ролику в день и получать за это денежку. Мне кажется, они должны были бы делать по нескольку роликов в день. Да, то есть, понимаешь, вот сейчас получается как, ты открываешь канал Игромании, и там, допустим, сзади вышло 2-3 ролика, и, во-первых, они по инфе отстали, их неинтересно смотреть, потому что инфа в них устаревшая, потому что их делали вот именно эти дни все. Раз. Ролик, который, допустим, вообще никому не интересен, то есть, по-хорошему, именно как я сказал, что 6 человек, они бы выпускали 6 роликов в день, пускай. Есть так? Действительно, если бы были именно разграничения на вот эти вот цены, на рубрики. Ты просто заходишь на канал Игромании, смотришь, что вышло 6 роликов, и ты уже знаешь, что ты посмотришь этот и этот, потому что ты хочешь это знать. Да. Они были бы сделаны профессионалами, и они бы сделаны были вовремя. Вот, блядь, к чему надо привести. А там сидят, извините, зажравшиеся. Хер, кто знает, сидит, я не буду переходить на личности. Не надо. Нигденым образом. Слушай, я вот думаю, действительно, как бы это было клево, потому что я лично очень хотела бы, я бы следила прям за роликами на тематику Индии игры. Честно, я просто жила бы в этих роликах. Потому что сейчас очень мало информации о набирающих хоть какой-то разворотный игр. Прикол в чем? Есть на Ютубе каналы, которые делают именно так, как я описал. То есть, это, конечно, не статус игромания, типа номер 1 журнал. Это, допустим, ну, первое, кто в голову приходит, ММО, РПГСУ. Есть такой канал, они делают, там несколько ребят, если не ошибаюсь, я не смотрю за этим каналом, но они делают информационные выпуски прям конкретно по играм, по жанрам, я не знаю, по всему чему хотят. То есть, к ним на канал заходишь, вот что ты хочешь посмотреть, тот и посмотришь. Все. Вот. Ну и сводки, новости, конечно, никто не знает. И качество хорошее. Чуваки, которые там записывают, у них микрофоны отличные, с дикцией все отлично. Молодцы. просто это вот один из немногих каналов, которые действительно достоин своих подписчиков. Ты тоже достоин. Ну, я не достоин. Я не достоин своих подписчиков. Вывод, блин. Короче, как-то так, ребятки, подписывайтесь на каналчик, если вам что-то из этого приглянулись. Игромани, если ты наслышишь, да? Игромани, если ты наслышишь, пожалуйста, оживи, опомнись, пожалуйста. Всем спасибо, всем тортик.